Когда вы имеете претензии к своему партнеру улучшить ваши отношения со стороны, на что это похоже. Что-то случилось. Это не просто ввести в привычку. Доброе время, с вами Ковач-психолог и писатель Ильдар Ильясович Зимуров. Говорим об отношениях. Хочу в этом коротком видео дать вам замечательную рекомендацию, как вы можете улучшить ваши отношения, больше поняв о вашем партнере или партнерше и о той ситуации, которая между вами возникла, имеет место быть сейчас или возникает периодически. Я говорю о том, что можно смотреть на любую ситуацию как минимум из одной из трех позиций. У нас есть три позиции. Первая, вторая и третья. Первая позиция. Я смотрю на тебя, у меня свои переживания, свои мысли, я вижу то-то, то-то, я думаю то-то, то-то. Вторая позиция. Ты смотришь на меня, у тебя твои переживания, твои мысли, ты видишь то-то, то-то, делаешь такие-то выводы. На основании своих выводов я веду себя так, на основании твоих выводов ты ведешь себя сяк. И еще третья позиция. Представим некую муху на стене, которая сидит и смотрит одновременно на нас. Она видит и тебя, и меня в кадре. Она видит одновременно и твое, и мое поведение. В том случае, если у вас есть какое-то недопонимание, какие-то проблемы, конфликты или что-то, что вас не устраивает в отношениях, когда вы имеете претензии к своему партнеру или когда ваш партнер имеет какие-то претензии к вам. Это, кстати, работает не только в личных отношениях, но и, например, в рабочих, деловых, дружеских. Ну, в любых. То я вам предлагаю смотреть на ситуацию не только своими глазами. Я вам предлагаю также совершить интересное путешествие по всем трем позициям сразу. Что-то случилось. То, как вы видите эту ситуацию, вы для себя уже знаете. Вы на что-то обратили внимание, пережили некие чувства, сделали какие-то выводы и как-то себя либо уже повели, либо склонны поступить так или иначе. Не торопитесь это делать. Вы это еще успеете. Предлагаю вам, перед тем, как что-то предпринять, посмотреть на ситуацию глазами другого человека. Посмотрите на себя свое поведение глазами человека, с которым вы имеете отношение. После того, как вы это сделали, посмотрели на себя, на свое поведение, на ситуацию из глаз другого, представьте ситуацию со стороны. Представьте себя муху, сидящей на стене, которая явилась невольным наблюдателем вашей сцены. И увидьте в кадре сразу обоих. И себя, и вашего партнера по отношениям. И посмотрите со стороны, на что это похоже. После этого вернитесь в первую позицию и уже с этим новым опытом, с этими новыми знаниями, посмотрите на ситуацию еще раз своими глазами. После чего, опять-таки, не торопитесь принимать решение поступать так или иначе. Предложите ваш новый опыт и ваши новые знания своему партнеру. Скажите ему, я посмотрел на ситуацию твоими глазами. И вот что я увидел. Скажи мне, я прав или нет? Потом расскажите человеку о своем взгляде. А вот что вижу я своими глазами. Покажите ему ситуацию из ваших глаз. И после этого скажите, а давай представим, как это выглядит со стороны. И опишите, что представляет ваша ситуация, проблема, конфликт или недопонимание со стороны. Например, я беру двух любящих людей, которые ссорятся из ерунды. Возможно, на этом ваш конфликт исчерпается, ну, не навсегда, но на значительную часть времени. Это не просто ввести в привычку. Но это можно сделать своей привычкой. Не начинать рубить сразу с плеча. И не делать поспешных выводов. Вставая в позицию, я прав, а вы все говно, потому что я начальник, и вы опаздываете, не понимаете, что предприятие у нас из-за этого простаивает. Напоминаю, взгляд на отношения со с трех сторон действует не только в отношениях между мужчиной и женщиной, но и, например, в рабочих и деловых. Когда вы видите ситуацию с разных сторон, вы понимаете больше. Вы можете понять мотивацию другого человека, почему он или она так поступил. Вы можете предсказать, предугадать даже то, что другой человек сам о себе не знает. И когда вы поделитесь с ним этим знанием, а может быть не поделитесь, а будете использовать это знание молча, ваши отношения станут более комфортными и или более управляемыми. Помните также, что каждый человек всегда смотрит на вас только из своих глаз. Об этом способе, с которым я вам с вами сегодня поделился, знают многие. Возможно, даже вы сейчас не в первый раз узнали о том, что есть такое. Но применяют на практике его единицы. И это проблема, потому что если вы ждете понимания от другого человека, то для того, чтобы это понимание получить, очень важно, чтобы он начал смотреть на вас не только своими глазами, чтобы он увидел вас вашими глазами. Надо, чтобы он увидел себя вашими глазами. И для того, чтобы вы поняли другого человека, вы тоже должны увидеть его из его глаз, и себя из его глаз, и вашу ситуацию из его глаз, и вашу ситуацию со стороны. Только такое объемное восприятие гарантирует вам более адекватное понимание ситуации ваших отношений и, как следствие, вы сможете сделать более разумный, взвешенный и правильный выбор. Пользуйтесь, пожалуйста, этим способом. Пусть ваши отношения становятся лучше. С вами был коуч Альдар Ильясович Зинуров. Если вам нужна вечная помощь, мой сайт zinurov.ru Ну а прямо сейчас, если видео оказалось полезным, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и отправьте ссылку кому-то, кому это тоже может быть полезно. Например, вашему партнеру по отношениям. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok